Музыка Конфликты, психологические травмы, эмоциональные перенапряжения – это причины невроза. Все о заболевании, диагностике и лечении сегодня в программе. Мы говорим о самом важном – о здоровье. И с вами я, доктор Наталья Донцу. Здравствуйте! Состояние, которое ухудшает жизнь – невроз. Что это за болезнь и как она себя проявляет? Невроз – это патология психической сферы, при этом страдает работа центральной нервной системы. В основе неврозов, как правило, лежит психотравма. Это могут быть проблемы на работе, в семье или травмы с детства. Особенности каждой личности, они по-разному воспринимают стрессовую ситуацию. У каждого человека есть какие-то механизмы психологической защиты. И не каждый человек может эмоционально, психически справиться с каким-то стрессом. Для развития невроза одной психотравмы недостаточно. Впечатления ложатся на хорошо подготовленную почву, а именно личностные характеристики. Понятно, что все мы в жизни встречаемся ежедневно со стрессовыми ситуациями, но не у каждого возникают из нас неврозы. Например, это люди, которые обладают сенситивностью или повышенной чувствительностью. Это эмоционально-лобильные люди, у которых происходят частые перемены настроения без значимой на то причины. Это люди, склонные к демонстративному поведению. Это люди с депрессивными чертами характера. То есть наличие психотравмирующей ситуации плюс личностные характеристики, они лягут в основу развития неврозов. А еще высокая возбудимость и повышенная тревожность. Все это особенности нервной системы. Существует несколько видов неврозов. Это истерические неврозы, это депрессивные неврозы, это неврозы навязчивых состояний. Например, если это невростенический невроз, то он будет проявляться повышенной какой-то утомляемостью физической, умственной. Вялость, одинамичность, это какие-то межлисточные конфликты. Если это депрессивные неврозы, то будет проявляться какой-то подавленностью, безинициативностью, суицидальными мыслями, нарушениями сна. Специалисты говорят, к неврозам может привести перенапряжение, гиперответственность, трудоголизм, завышенные требования к себе и окружающим. Если болезнь не лечить, она может привести к тяжелым последствиям. Неврозы – одно из самых распространенных нервно-психических заболеваний. Человек перестает замечать жизненные радости и удовольствия. Как поменять себя и свою жизнь? К какому специалисту обратиться? Об этом поговорим с гостем нашей студии, врачом-неврологом Ангелиной Зингер. Доброе утро, Ангелина Геннадьевна. Доброе утро. Что же такое психическое здоровье? Психическое здоровье – это нахождение в гармонии с самим собой, с окружающим миром. А как психика влияет на здоровье человека? Психика может влиять как положительно, так и отрицательно. Если говорить о положительных моментах, человек в нормальном психическом состоянии радуется жизни, просыпается утром бодрым, активным. В течение дня у него все ладится, все проходит хорошо. Если говорить об отрицательном влиянии психики на здоровье, то человек просыпается угрюмый, раздражительный. А почему растет уровень тревожности сейчас? С чем это связано? Очень много нас окружает психотравмирующих факторов. Из основных психотравмирующих факторов можно отнести это семейная обстановка. Если проговорить по поводу семейной обстановки, это может быть у детей очень строгие родители, или деспотичные, которые много требуют. Завышена самооценка, допустим, у родителей, они планку детям ставят по учебе слишком высокую. Также очень часто мы наблюдаем такую ситуацию, что в семье один из родителей, чаще это папы, употребляют спиртные напитки, что тоже может приводить к тому, что дети постоянно находятся в состоянии невроза и стресса. Или какие-то моменты, связанные с разводом в семье. Если говорить про работу, то это может быть строгое руководство, либо слишком завышенные требования работодателя. Допустим, режим дня и сна, и работы 8-часовой, как мы привыкли. Есть работы, которые имеют режим более 8 часов. И есть ненормированные. Это тоже является, к сожалению, причиной неврозов. Еще есть такой момент, как режим трехсменного на некоторых предприятиях. И человек, долго работая в таком режиме, тоже развивается невротическое состояние личности. Даже так можно сказать. Человек в состоянии эмоционального напряжения может испытывать не только плохое настроение, но и какие-то другие проявления? Да, у человека в состоянии невроза может болеть сердце, может болеть желудок, может болеть живот, ощущение как спастического колита, как будто болит кишечник. А также могут проявляться болями в позвоночнике и головными болями. Некоторые пациенты предъявляют жалобы на ощущение кома в горле, как будто их давит щитовидка. При обследовании таких пациентов мы, конечно же, обращаем детально внимание на УЗИ внутренних органов, УЗИ сосудов. На обследованиях абсолютная норма. Это проявляется тем, что под маской неврозов или под маской соматической патологии развивается невроз. Из практики можно сделать такой вывод, что 60-65% пациентов, которые посещают терапевтов, гастрологов, кардиологов, в основном страдают неврозами. Ком в горле, головные или сердечные боли – все это могут быть признаки неврозов. Как не спутать психическое расстройство с другими заболеваниями? Нервный тик, тревога или паническая атака – классическая картина неврозов. Так нервная система реагирует на психотравмирующий фактор. Важно отличать простую подавленность от заболевания, ведь это отражается не только на психике, но и на здоровье в целом. Чаще всего больные предъявляют такие жалобы, как головная боль. Они отписывают эту головную боль сразу, то есть это чувство сжимания, такое ощущение, как будто какой-то обруч на голове. Голова болит как утром, как вечером, днем, ночью. Голова болит постоянно, никакие таблетки не помогают им от головной боли. Люди предъявляют такие жалобы, что чувство тумана перед глазами, пелена перед глазами, нарушение зрения. А еще бессонница и шаткость при ходьбе. Но диагноз невроз часто маскируется за другими заболеваниями, например, аритмией. Если вы чувствуете боли, которые монотонные, которые никак не связаны с физической нагрузкой, не связаны с тем, что вы делаете, могут быть связаны с движениями грудной клетки, с какими-то поворотами, скорее всего, это не сердечные боли. Но бывает так, что боли, подобные сердечным, оказываются тоже всего лишь неврозом. Приступы учащенного сердцебиения, пекущие или жгучие боли за грудиной при физической нагрузке. Это повод обратиться к врачу-кардиологу. Определить, что стало причиной боли, поможет кардиограмма. Еще одна маска невроза – заболевание пищеварения. При тревоге, стрессе, переживаниях в работу включается желудочно-кишечный тракт. А это такие симптомы, как боли в животе, жжение, тошнота. Центральная нервная система, она имеет своей частью вегетативную нервную систему, которая отвечает за иннервацию внутренних органов, но, соответственно, за иннервацию желудочно-кишечного тракта. Не только за его перистальтику, а также за выработку ферментов, внутренних соков, за начало их выработки. При этом на обследовании не будет никаких изменений. Причина всех симптомов одна – так организм реагирует на стресс. Неврозы могут проявляться чёстым мочеиспусканием. Это особенности регуляции функции мочевого пузыря как со стороны центральной нервной системы, так и со стороны вегетативной нервной системы. Отличить, что стало причиной частого мочеиспускания, просто. Во-первых, в анализах нет никаких воспалительных изменений. Во-вторых, поход в туалет не сопровождается болевыми ощущениями. Ещё одно патологическое изменение при неврозе – снижение либидо. Для того, чтобы понимать, нужно представить себе обычную живую клетку. То есть клетка, которая находится в состоянии стресса, она не думает о половом поведении, она думает о вопросах сохранения себя. Поэтому у человека, находящегося в стойком стрессе, потребности в сохранении половых функций, они как бы уходят на второй план. По статистике, около 40 людей не подозревают, что у них невроз. Обычно такие пациенты обращаются к разным специалистам. Но причину нужно искать в другом – постоянные стрессы истощают организм. Справиться поможет врач-невролог или психолог. Невроз у разных людей может протекать по-разному. Да, действительно. У некоторых это могут проявляться в виде депрессии, у других – в виде страхов, у третьих – в виде панических атак и тревоги. Если привести примеры из клинической практики, возьмём тревоги первое. Тревоги есть естественные и есть патологические. Если говорить о патологической тревоге, возьмём на примере женщин. Это женщина, которая пребывает постоянно, чувствует тревоги за любую ситуацию, за любую мелочь. Ребёнок поздно пришёл, муж не позвонил, вовремя, допустим, что-то не сделано. Ощущение тревоги, что она что-то не успеет сделать в течение дня. А нормальная тревога? Нормальная тревога. Например, человек идёт выступать, конгресс, форум. Тоже у него естественная тревога. А как распознать, это нормальная тревога или это уже патологическая тревога? Между нормальной и патологической тревогой действительно есть разница. Нормальная тревога сразу проходит после того момента, когда человек уже либо выступил, либо сдал экзамен, уже узнал свои результаты, всё. У него чувство удовлетворения, умиротворения. Патологическая тревога практически не проходит никогда. Человек находится постоянно в состоянии тревоги и даже ночью. И иногда пациенты жалуются, что я ночью не могу заснуть или часто просыпаюсь от того, что в голове постоянно крутятся какие-то мысли, я тревожусь за что-то. Постоянные тревоги, они же могут приводить к изменению поведения и характера человека? К сожалению, да. Человек, который находится в постоянном чувстве тревоги, раздражительный, эмоционально восприимчивый, постоянно, можно так сказать, натянутый как струна. И он не хочет возвращаться к тем факторам и к тем ситуациям, которые его провоцируют, приводят вот к этому состоянию. Если привести пример из клинической практики, то женщина, постоянно находящаяся в состоянии напряжения, тревоги, сначала реагирует так на ситуацию, а потом она постоянно пребывает в таком состоянии. У неё уже формируется и характер, и личность. То есть, получается, состояние тревоги, оно приводит рано или поздно к развитию страхов? Да, тревога приводит к появлению страхов. В медицине это называется фобии. Фобии бывают различные. Бывают чувство страха смерти, чувство страха болезни, чувство страха какой-то продукт скушать, что можно отравиться или заболеть, чувство страха высоты, чувство страха замкнутого пространства и чувство страха, что произойдёт что-то плохое. А депрессивные неврозы, как они себя проявляют? Значит, депрессия является осложнением невроза. Значит, они проявляют себя абсолютно по-другому. Это можно распознать с первых жала пациента. Пациент, войдя в кабинет, сразу по внешнему виду бледный, останичный, такой худощавый, ну, неопрятный, если можно так сказать. Потому что они не хотят ничего делать абсолютно. Они хотят лежать, укрыться одеялом. Они не желают ни кушать, ни передвигаться, никуда выходить. У меня вот в клинической практике есть такое, что они выходят на улицу по 3-6 месяцев. Находятся в замкнутом пространстве, потому что ещё они, наверное, боятся, потому что могут развиться фобии, страха общения с людьми. Паническая атака – это состояние, когда человек испытывает сильнейшее чувство страха. А из-за чего это происходит? Это происходит из-за психотравмирующих факторов, которых постоянно испытывает пациент. Пациент практически ежеминутно, ежечасно, ежедневно, еженедельно. Из-за высокой выработки гормона кортизола и ещё из-за патологии вегетативной сосудистой нервной системы. Гормон стресса кортизол при чрезмерной выработке влияет на выброс адреналина в кровь. Чтобы понять, что испытывает человек в момент панической атаки, мы можем представить себе такую ситуацию. Он идёт по тросу, высоко натянутым, между двумя высокоэтажными зданиями, без страховки. Это испытывает каждый пациент во время панической атаки. А как она себя может проявлять? Паническая атака у каждого проявляет себя по-разному. Основными моментами проявления – это чувство удушья, нехватки воздуха, ощущение давления в горле за грудиной, сердцебиение, повышение давления, чувство жара, ощущение головокружения, мелькание мушек перед глазами, чувство дрожи в руках, потливости ладоней. Даже пациенты иногда говорят, что в такой момент идёт давящая боль в висках и отключение сознания. А появление панических атак человек вообще может контролировать? Когда человек долго страдает паническими атаками, если их не лечить, да, он уже научился со временем, ну, это не каждый пациент, их контролировать. На примере моих пациентов, вот в практике, ну, процентов 10 из 100 болеющих вот такими состояниями чувствуют состояние, предвестники мы их называем. Начинается волнение, чувство дискомфорта, ощущение давления в голове или за грудиной. Что чаще рекомендуется? Выйти на свежий воздух, попить холодной водички мелкими глотками и научиться правильно дышать. Мы в основном рекомендуем дыхательную гимнастику, это вдох носом и выдох ртом в течение, ну, 5-7 минут. Либо ходьба мелкими шагами на определенном участке, тогда панические атаки проходят. Паническая атака как таковая, она не лечится? Панические атаки очень хорошо лечатся, они поддаются коррекции. На моем клиническом примере могу рассказать. Есть молодой пациент, 30 лет, который страдал паническими атаками в течение где-то 8-10 лет. Его беспокоили частые повышения давления. В момент повышения давления, давление даже поднималось до 200 на 100. Пульс был очень высокий, выше 100-140, при норме от 60 до 90. Выражены головокружения, слабость, тремор в руках, потливость ладошек. Чаще эти приступы его беспокоили после трудового рабочего дня. Либо когда он находился на работе, это была катастроэсовая ситуация, либо скучность народа, то есть большое количество. Либо он ехал за рулем на длительные расстояния. Выяснив, что это классические панические атаки с симпато-адреналовыми кризами, то есть повышением давления, все жалобы, что я проговорила, подобрав человеку правильное, адекватное лечение пациенту, в течение двух лет у нас нет ни одной панической атаки. Неврозы и тревоги, они приводят к инвалидизации человека? Сами неврозы и тревоги нет. Если невроз осложился депрессией, или у человека, у пациента произошло депрессивное развитие личности, с нарушением восприятия окружающего мира, поведения, то тогда такими пациентами занимается врач-психиатр, и через свою комиссию в республиканском психонаркологическом диспансере и через стационар решают вопросы о том, что человек социально неадаптированный, ему нужно как-то помочь, и определяется иногда группа инвалидности в очень редких случаях. Поэтому вовремя нужно обращаться к врачу-неврологу на этапе развития неврозов и тревог, чтобы не довести себя до депрессии, до депрессивного развития состояния. Сейчас покажем историю одной героини. Она пережила психологическую травму и смогла побороть свои страхи. Как она это сделала? Просто вовремя обратилась за помощью. Ссоры, скандалы, неуважение. В такой семье росла наша героиня, деструктивной. Среда для воспитания ребенка неблагоприятная. Родители применяли психологическое и физическое насилие. Так и начались проблемы. Да, люди принимают решения для создания семьи. Они должны понимать, что есть дети, которые потом будут жить с тем грузом, которым им дает семья. Оно потом будет сказываться на психике ребенка. Все детство в состоянии тревоги. Отец пил, мать рано умерла. Все это оставило свой отпечаток в дальнейшей жизни. Нет веры в людей, нет веры в взрослых. Такое негативное начинается мышление, что все будет плохо. То есть нет перспектив каких-то определенных. И оно потом начинает накапливаться. То есть потом ты сам себе доказываешь, что так оно и есть. Что ты не человек, что ты какая-то молекула, которая никому не нужна. Бессонница, уход от реальности, нежелание общаться с окружающими – апатия. Так девушка описывает свое состояние. Ну а дальше – взрослая жизнь, любовь, отношения, свадьба. Но внутри пустота. Поняла, так дальше жить нельзя. За помощью обратилась к психологу. Задача психолога – как бы не научить тебя жить, а научиться справляться с теми ситуациями, которые у тебя есть в жизни. Искать ответы на вопросы внутри себя. Учиться выстраивать отношения в обществе с близкими людьми. Быть более терпимым. И в первую очередь относиться с пониманием к себе. Если ты не понимаешь себя и не любишь себя, ты никогда не будешь любить окружающих. С психологом работает уже около 10 лет и результат налицо. Изменений очень много на самом деле. То есть, во-первых, я почувствовала вкус жизни. Я уже умею, допустим, рассказать, что мне не нравится, что я раньше вообще не могла. То есть, я умею выражать свои эмоции. И причем делать это много спокойнее. Чуткость какая-то появилась. И что-то приводит к наименьшему состоянию конфликта. Спокойствие вместо тревоги, гармония вместо агрессии, уверенность в себе. Девушка говорит, без поддержки близких людей ничего бы не вышло. Со стороны мужа как бы не было негативной реакции. То есть, он отнесся с пониманием. И мне хочется подчеркнуть, что это очень важно, когда близкие тебя люди относятся с пониманием и поддерживают. Психолог помог. Девушка смогла изменить отношение к себе и к людям в лучшую сторону. Сейчас она живет и наслаждается жизнью. Да, не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношения. Если не справляешься сам, попроси помощи у специалиста. Почему так важно обращаться к психологу и чем он может помочь? Поговорим с психологом Екатериной Сусловой. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Как психика влияет на здоровье человека? Мне кажется, люди тысячи лет назад знали об этом, потому что говорили о здоровом теле, здоровый дух. Но последние исследования говорят о том, что иногда наше переживание приводит к тому, что у нас начинает болеть тело. Допустим, ипохондрия, как вы говорили о неврозах. Когда человек ходит, у него все органы здоровые, ему постоянно плохо. Это говорит о том, что у человека внутренние конфликты, которые он не разрешает, у него много вытесненных эмоций, и он не может как-то с этим уже справляться. И так как он их вытесняет эмоции, он их не знает, у него нет контакта со своими эмоциями, он начинает страдать. То есть страдать – это уже переживать много чувств и ничего с этим не делать. Бывает такое, что люди выходят из дисфункциональных семей. Что это такое? Это семьи, в которых был либо отец алкоголик, либо мать болела депрессией. Она была семья, когда не было эмоций, разговоров, прояснений отношений. Надо было догадываться и угадывать, что думает родитель. Частые конфликты. И ребенок, выходя из этой семьи, у него нет навыка прояснять отношения, понимать, что с ним происходит, какие у него чувства. Он не умеет просить, говорить – нет. И он, конечно же, входит в такие же отношения и выстраивает такие же отношения. И мы с клиентами смотрим, где причина. И мы с ними разговариваем о том, куда он хочет прийти. И мы смотрим, что ему не дает к своей цели прийти. Потому что чаще всего такие люди, они не слышат себя, потому что у них есть запрет на эмоции. А эмоции и желания – это мостик. Через эмоции мы можем прийти к желаниям. Без этого нет. И если мы не умеем чувствовать, то мы не умеем знать, чего мы понимаем, чего мы хотим. Люди, допустим, пережили какие-то трагедии в семье или какой-то психологический конфликт. Вы помогаете в этих ситуациях? Вот, допустим, трагедия в семье. Умер близкий человек. И специально есть определенные техники, которые были придуманы в Израиле для того, чтобы работать с кризисными ситуациями. И человек задает специально выработанные вопросы для того, чтобы переработать это горе и выйти из этого горя, принять ситуацию в сердце, понять, что да, человек был в моей жизни, но уже я могу жить без него. Потому что когда человек застревает в горе, в моей жизни был случай, что люди застревали в 10 лет в горе, переживали за умершим, то, конечно же, начинаются какие-то расстройства, такие как неврозы и другие расстройства. Или хроническое горе, когда человек постоянно страдает, он всегда страдает. И это очень сложно ему развиваться и, конечно же, жить полноценной, хорошей жизнью. Нарушаются другие аспекты в жизни человека. Семейные ситуации, когда, допустим, один из членов семьи уходит или, допустим, родители уезжают на заработки, оставляют ребенка дома с бабушкой. Очень проблема такая интересная была в каком-то определенном 2000-х годах, когда родители уезжали, оставляли детей дома. Это были какие-то социальные сироты. У них было ощущение, у меня было пару таких, ну, я работала с такими людьми, у которых мама бросала, например, уезжала. Там определенные проблемы брошенности, отстраненности, и им очень страшно входить в отношения. И, конечно же, с этим нужно работать с ребенком. Он злится на мать, и он не знает, как ему жить, он стесняется того, чтобы мама уехала. Конечно же, такому ребенку нужна помощь, такой матери и бабушке нужна помощь. Очень нужна помощь людям, которые берут детей с детдома. Потому что дети, там у них определенные особенности тоже, которым родителям нужно знать об этом и понимать. Особенности психики. Особенности психики, там нарушение привязанности. Ребенка бросили. Это большая очень травма для ребенка. Также при разводах. Разводиться нужно правильно. Если два взрослых человека решили развестись, то, конечно же, об этом должен знать ребенок. И он должен знать, что не он в этом виноват. Потому что если с ребенком не разговаривают, он начинает... У него таким образом устроена психика определенного возраста, что он начинает на себя брать эту вину, как будто бы виноват он. И начинается этот пинг-понг с ребенком. Отдали. Ребенок не знает, что ему делать. Маму вроде любит, и папу любит. И он разрывается. Это внутреннее состояние. Но очень сложно для потом, когда ребенок растет. И поэтому, когда семья садится, они договариваются, что разводятся. Ребенку все объясняется. У ребенка нет такой сильной тревоги. И они договариваются, как им вести дальше отношения. Насилие в семье – это очень психотравмирующая ситуация. Да. Есть такие дети, которые живут в дисфункциональных семьях. И определенные группы даже работают с такими детьми. Людьми. Взрослые дети алкоголиков или взрослые дети из дисфункциональных семей. Это целая группа людей. И я сама попала в эту группу. И читаю, как люди это переживают. Очень похожие симптомы и очень похожие проявления. Поэтому, если вы выросли в семье с насилием, какой бывает вид насилия? И психологическое, и эмоциональное, экономическое, сексуальное, физическое. Но чаще всего оно бывает все вместе. И очень тонкая грань насилия. Очень тонко понимать, где насилие, где не насилие. Когда люди в этом не разбираются, например, жертва, она привыкла себя винить. Она виновата во всем. Иногда осознание того, что я виноват тот, кто насилие совершил, он ответственный за этот поступок, это уже снимает чувство вины и стыда. Это уже помогает женщине и мужчине с этим жить. Взрослый ребенок, когда выходит из такой семьи, он не может выстраивать отношения. Чаще всего он находит себе партнера, либо алкоголика, наркомана. Женщина и мужчина, его стремление изменить партнера. Вот говорят девушки, он же алкоголик, что ты делаешь? Она говорит, нет, он меня полюбит, он станет хорошим. Вот это стремление постоянно кого-то менять. И нет навыка принимать человека таким, как есть, и видеть реальность такой, какая она есть. Потому что психика, она работает таким образом, что если травма не проработана, то человека манит и тянет магнитом к другому человеку, где можно проработать эту травму. И поэтому насилие это сложное. Психология зла существует, психология насилия, насилие в семье, насилие на работе, моббинг, буллинг в школах. Тоже большая, огромная проблема. И сложно решаемая до сих пор. А буллинг в школах, это тоже повод для обращения к психологу? Буллинг это травля одного ребенка коллективом. Буллинг это болезнь коллектива, и от этого имеют последствия все, кто участвует в буллинге. Того, кого травят, наблюдатели, которые не участвуют в травле, и те насильники, которые это делают. Чаще всего болезнь коллектива завидит от того, кто главный в коллективе. Есть такие исследования, что люди, которые пережили буллинг в детстве, у них начинаются депрессии и посттравматические стрессовые расстройства в 30-40 лет. Они в какой-то момент жизни сдерживают эти все переживания, а потом ресурс у психики заканчивается, и начинаются воспоминания, и человек начинает это очень сильно переживать. Также и существует моббинг на работе. Моббинг это когда тоже травят одного человека на работе. Вообще, конечно, моя мечта и моя идея, если говорить о насилии в семье, это вообще, чтобы делать профилактику насилия таким образом, чтобы людям объяснять, особенно девушкам молодым, что такое насильник. Или, например, мальчикам объяснять, что такое насилие. Потому что насильника, в принципе, можно определить на первом свидании. На самом деле, зная все элементы таких людей, как они себя определенным образом ведут. И так же, как и девушка может быть насильником, на самом деле. Гра-Динамо очень популярная в психологии, когда девушка парня флиртует с ним, он ей покупает все, она ему что-то обещает, и происходит у парня проблема. Эти все моменты, если люди знают, они, конечно, будут попадать в такие ситуации, но они будут понимать, что такое бывает и как с этого выйти. В чем же заключается помощь психолога? Это есть тренинги, которые научают, приобретают навыки. И также есть консультирование психологическое. Когда человек приходит с определенным запросом, он хочет решить четкую задачу, он ее решает и уходит. Например, человек с паническими атаками, он походил по врачам, у него нет никакого заболевания, он приходит к психологу, и я его научаю, как с этой паникой жить. То есть не то, что ее бояться, а научиться понимать, как дышать, что говорить себе, какие там мысли мы вылавливаем, какие мысли приводят к панике. Чем помогает психотерапия? На моем личном опыте психотерапии восьми лет я очень сильно изменила свою жизнь. Во-первых, я изменила отношение к себе, я изменила отношение к миру, я изменила отношение к своей жизни, к своим проблемам. И мне действительно намного интереснее жить, общаться с людьми. Это настолько интересно, что самое главное дает терапии, это принять себя таким, какой ты есть. Получается, психотерапия, она не меняет ситуацию, она просто меняет отношение человека к этой ситуации. Мы не делаем людей счастливыми. Мы учим людей решать проблемы самим. Мы учим людей создавать счастье самому себе. То есть аж как это происходит? Что мы узнаем? Мы узнаем, что такое чувства, что такое мысли, как они за мной связаны, например, как я себя воспринимаю, что я себе думаю. Понимаете, вот просто иногда изменив мысль о себе, меняется и состояние. Почему? Потому что у нас есть восприятие, восприятие рождает мысли о ситуации, да. Я воспринимаю себя плохим. Любой человек на меня косо посмотрел, я все, он думает обо мне плохо. У меня начинается чувство, там, например, страх, стыд, и все, я закрываюсь, мне страшно. И какое поведение? Я ни с кем не разговариваю, у меня в теле там сердце стучит. Все. И человека поведение странно, да, просто потому что у него восприятие себя неадекватно реальности. Вы это меняете? Мы помогаем человеку вернуться в реальность, вернуться здесь и сейчас, в этот момент, потому что чаще всего люди живут либо в прошлом, либо в будущем. А к чему же может привести отсутствие психологической помощи, своевременной? Я могу сказать по примерам депрессии. Депрессия, она диагностируется, если две недели у вас одно плохое настроение. Если у вас уже депрессия продолжается полгода, год, у вас уже очень сильно изменяется биохимия в мозгу, у вас изменяется мышление, восприятие, и поэтому лечиться придется дольше. Допустим, так же самый невроз. Если у вас невроз полгода, вы не можете решить какую-то ситуацию, жизненную, личную, в близких отношениях, на работе, допустим, с самим собой, то через полгода будет год невроз, потом два года невроз, потом три года невроз, и получается затяжной невроз. То есть вы тратите больше денег на то, чтобы вылечить этот невроз. Если вы решаетесь, набираетесь смелости обратиться к специалисту, действительно, по решению этой проблемы. Ну и плюс качество жизни нарушено. Все нарушается. Ты наступаешь на одни и те же грабли, ты постоянно попадаешь в одни и те же ситуации. Например, девушка находит одних и тех же похожих парней. Если человек не обращается за психологической помощью, у него начинают усугубляться проблемы. То есть возьмем на примере, допустим, горе. Если человек застрял в горе, он страдать начинает. Он начинает к этому привыкать. У него есть иллюзия того, что так лучше жить и легче. Допустим, если человек не может выстроить какие-то близкие отношения, он начинает от этого страдать, замыкаться. Если человек стыдится много, не уверен в себе, он начинает отдаляться от социума. У него начинается развиваться социофобия. Он боится выступлений. Хотя сам имеет все для этого данные, но настолько у него травма, фобия от сцены, что он лишается какого-то развития в той сфере, в которой он может развиваться. То есть это все усугубляется. Это так же самое, как метафора ранки. У вас есть ранка, вы ее вовремя не обработали, она начинает гнить. Так же самое и вот эти проблемы. Понимаете, самое важное в решении проблемы – озвучить проблему. Сказать, что да, у меня вот эта проблема. Это уже 50% ее решения, потому что ты будешь знать, как ее решить. Да, своевременное обращение за психологической помощью позволит сохранить здоровье, а главное – качество жизни. Спасибо огромное. Все наши неврозы от негативных мыслей, стресса и образа жизни. Как не допустить развития психологических расстройств и что поможет выйти из нервного состояния? Расскажем в рубрике «Профилактическая медицина». Постоянные стрессы, депрессия и тревога, а значит, плохое настроение, агрессия и апатия. Как сохранить психическую и нервную гармонию? Ответ прост – в здоровом образе жизни. Итак, начнем со спорта. Движение – лучший антидепрессант. Вы не только отвлекаетесь от своих проблем, но и повышаете мышечный тонус. А еще это лучшая профилактика разных заболеваний. И еще – упражнение заставляет лучше относиться к себе, а это дает новый заряд сил для борьбы с неврозами. Так что прогулка, плавание, бег, фитнес, йога – выбор не ограничен. Хотя бы 20 минут в день физической нагрузки, и тогда хорошее настроение обеспечено. Уделите время себе, займитесь любимым делом. Танцуйте, пойте, рисуйте, почитайте книгу, займитесь вышивкой или вязанием. Творчество поможет предотвратить заболевания. И, конечно, сон – это лучшее лекарство для нервной системы. Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки. Питание. Главное – соблюдать режим и рацион. Специалисты советуют делать перерыв между приемами пищи не более 4 часов. Что важно – никаких перекусов. Чай с печеньем или конфетой – это десерт, то есть после основного приема пищи. Если советы не помогают, это повод обратиться к грамотному психологу. Он поможет разобраться, в чем причина неврозов и решит проблему. Психологическая помощь бывает разной. Это, например, психологическое просвещение, когда мы рассказываем о каких-то особенностях развития, когда мы даем интервью как психологи, раскрываем какие-то особенности. Это диагностика, когда люди приходят к психологу с получением конкретной информации про то, что происходит с ребенком. Если нам необходимо помочь человеку наладить взаимоотношения в социуме с коллегами, с друзьями, то здесь больше на помощь в психологическом консультировании. А если же у человека серьезные сложности в понимании себя, с тем, что он не знает, чего он хочет, тогда он приходит за глубинной психологической помощью, а именно психотерапией ее называют. Это самая такая углубленная, направленная на изменение и трансформацию человека. Проблему можно решить быстрее и эффективнее. Главное – желание. Говорите о своих переживаниях, и научитесь брать ответственность на себя. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Наши мысли материальны, так что порция позитива никому не помешает. Дарите тепло и любовь окружающим, и все вернется вам вдвойне. С вами была программа «Здравствуйте». Мы есть на сайте Первоприднестровского в социальных сетях и Ютюбе. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова